Пять основных источников, способов восприятия. Пять основных способов восприятия. И в тонком теле существует... Пять основных способов восприятия — это пять чувств человека. Самое главное — это чувство слуха. Слушание является самым главным процессом в нашей жизни. И то, что мы слушаем, надо очень серьёзно выбирать. Если человек доверительно сердцем что-то слушает, то это слушание меняет его судьбу. Знает он об этом или нет, это происходит на неосознанном, на подсознательном каком-то глубоком уровне. Когда человек слушает, это непосредственно связано с звук, чувство слуха. Уши — это орган слуха. А чувство слуха принадлежит тонкому или психическому телу. Чувство слуха связано с разумом. У нас есть три вида тонкого тела. Разум — это структура, которая даёт нам, возможность менять судьбу. И по факту мы будем как раз об этом говорить, потому что какой смысл изучать закон кармы, если не менять судьбу? Менять судьбу можно только с помощью разума. Я вам объясню, что это такое с позиции древнего знания, что такое разум. Следующая часть тонкого тела называется ум или манас. Разум или будх. Ну, то есть санскритские названия параллельно произношу. Ум. Что это такое? Это не то, что вот на русском языке слово ум означает думать. Но на санскрите слово ум означает совсем другую вещь. То есть тонкое тело ума или психическая структура, в которой мы находимся, в которой мы живём, фактически называется умом. То есть тонкое тело ума думает только на поверхности. Она думает, это факт. Но если брать глубже, то ум управляет всеми процессами в организме. И так же организм создаётся в результате влияния ума. Я вам сейчас расскажу, как это всё происходит. То есть тонкое тело ума является основой для нашего существования. Фактически мы находимся внутри своего ума и воспринимаем мир глазами своего ума. Например, одни люди сейчас смотрят на меня и думают, фу, какой противный человек, как его вообще слушают все остальные. Вот. Другие смотрят, думают, ой, как я давно ждала, когда Олег Геннадьевич приедет. Ну, один и тот же человек, но восприятие совершенно разное. Почему? Потому что мы воспринимаем мир через призму глазами своего ума. Мы воспринимаем мир глазами ума. То есть аум, он внутри имеет всё, что мы совершили в этой жизни и согласно древним священным писаниям, также и в прошлых жизнях. Всё, что мы совершили, это всё копится в уме. И существует место даже, где это копится, мы об этом тоже будем говорить. И мы потом смотрим на мир вот тем взглядом, который мы накопили. Иногда тяжёлая карма выходит наружу. И на мир позитивным взглядом смотреть становится очень тяжело. Вот как, допустим, у вас сейчас на втором ряду женщина, вот вы на меня смотрите, да. Вам сейчас тяжело, потому что вышла определённая доза тяжёлых событий в вашей жизни. То есть события — это результат того, что внутри находится. Это результат уже. Если вы так будете воспринимать мир, то вам станет сразу легче, потому что человеку не хватает в жизни только знания. Если он узнал, что это всё изнутри вышло, то, что снаружи происходит, то это означает, что ему стало уже легче. Он понимает, что всё нормально, всё правильно. Вы не хотите это признать или хотите? Согласны? Согласны. Ничего, что я буду так вот обращаться к вам лично? Потому что я учился этому, я могу как-то воспринимать, ну, что с человеком происходит в данный момент времени, какова его карма, какова его судьба сейчас. Вот, допустим, на втором ряду, вот женщина, вы, да. У вас сейчас есть заболевание достаточно тяжёлое. Вы знаете об этом? Знаете? Это ваша судьба. То есть это было запрограммировано уже с рождения. И вы должны справиться с этим, вы должны это победить. Это тоже ваша судьба. Но побеждает разум. Болезнь копится в уме, побеждает разум. Понятно, да? То есть ум — это такая структура психическая, которая находится внутри нас, и она соединяет одного человека с другим. Ум — это среда, которую можно видеть. Мы смотрим друг на друга и видим в лучшем случае другого человека, а в худшем случае смотрим фактически глазами своего ума. Как я буду немножко петь на лекции, потому что так лучше всё воспринимается. Есть такая песня русская. «Смотрю в тебя, как в зеркало, как в самоотражение». Понимаете? То есть мы часто смотрим, как в зеркало на человека. Интересно знать, что карма, она выходит вот отсюда, вот с этой части лица. Вот отсюда карма. Мы смотрим вот сюда человеку. Так? Вот это неосознанная часть личности. Мы смотрим сюда. Допустим, муж пришёл с работы. У него отсюда что идёт? Вот он такой вот. Что? Вот такой. Усталость, трудность какая-то. А жена что хочет? Она хочет, чтобы она дождалась мужа. И она хочет, чтобы он сказал ласковое слово. «Милый, мне очень грустно было, я даже дверь открыла, я так тебя ждала». Он пришёл с работы усталый. Где находятся мысли человек? Мысли находятся в краешках глаз, вот здесь вот, по бокам. Мы их не видим у человека. Мысли вот здесь, по бокам. А карма вот здесь вот. И Милый пришёл, он так смотрит, но он добрый сам по себе. Он добрый, у него хорошие мысли, но он устал. И он смотрит рукой. И жена думает, что он её не любит. Она смотрит на него, ему вот сюда переносится и видит, что он её не любит. И она говорит, «Ты что так смотришь на меня?» А он не виноват, он просто устал. Видите, так действует карма. То есть карма, она не спрашивает нас, хотим мы или не хотим, приходится страдать из-за того, что мы не знаем, что происходит. Часто мы не знаем просто. Часто человек напряжённый, он сам не понимает, что он напряжённый. А мы его в этом обвиняем. Но это просто, я так немножечко вам говорю, что психическая структура человека, её важно знать. Для чего? Для того, чтобы ориентироваться в обстановке, что происходит. Таким образом, вам домашнее задание, женщины. Когда муж приходит с работы, не смотрите ему прямо на лицо, а смотрите в краешке глаз. Если у него добрый взгляд, значит всё нормально. А вот это вот его напряжение, не обращайте внимания, это то, с чем надо поработать. То есть надо завести его на кухню, посадить, погладить по головке его, и он расслабится, и всё будет нормально. Итак, тонкое тело ума. То есть ум имеет два типа каналов психических. Первый тип каналов, он окутывает все органы организма. Эти каналы называются шротасы. Это как носки на ноге. То есть это такие каналы, которые все органы, все системы, все клетки на тонком плане, невидимом плане окутывают и контролируют их. Это как чертёж нашего организма, когда маленькая семечка садится в землю, попадает туда вода, то душа вместе с тонким телом заходит в это семечко. И сразу же, так как у растений тоже есть тонкое тело, сразу же разворачивается чертёж, по которому вырастает яблоня. Мы знаем, что если мы посадили яблоки вот с такого дерева, то яблоки вырастут такими же. Они будут точно такой же вкус иметь. Откуда это взялось? Разве в этом семечке, если брать чисто химические процессы, разве может быть в химической структуре семечки заложено вот это всё яблоня, которое вырастает? Это невозможно. Это всё заложено в тонком плане, есть чертёж. Этот чертёж состоит из каналов определенных, по которым всё и растёт. Наш организм, когда ребёнок у мамы в животике развивается, ребёночек развивается, маленький, то, допустим, нервная трубка формируется сразу в нескольких местах, начинает, и потом всё это соединяется как-то. Понимаете, это в трёхмерном пространстве происходит. И соединение не то, что так чуть-чуть не совпало, и у нас потом вот так. Ну, нормально, чуть-чуть не совпало, так, видите, предполагается, что всё совпадёт. И как бы и предполагать, что я буду такой же, как папа, похожим. Понимаете, ну, то есть, раз это предполагается, и дети, похожи на родителей, вырастают, это значит, что какой-то чертёж есть тонкий. И вот, древнее знание объясняет, что эти каналы психические, шротасы, они являются таким чертежом. Теперь, что такое карма? Если человек, допустим, в прошлой жизни незаслуженно кому-то отрезал руку, ну, допустим, так будем крайности говорить, то в его структуре психической, его руки, на тонком плане, в этих шротасах, возникает препятствие. Препятствие, понимаете? И потом, когда ребёнок развивается, рука не может развиться нормально, потому что каналы блокированы. В результате рука недоразвита. Понимаете, да, о чём я говорю? Ну, то есть, это вот так работает система, что если мы совершаем какой-то поступок, это откладывается у нас внутри. Мы можем, допустим, избежать наказания по законам Литвы, но там в сердце избежать наказания нельзя, потому что это немедленно откладывается внутри всё, что мы делаем, совершаем. У нас в сердце. В сердце, да? Мы говорили в сердце. Второй тип каналов, которые существуют, называется НАДИ, на санскрите НАДИ. Эти каналы, они связаны с нашей психикой. И все эти каналчики, которые связаны с нашей психикой, они выходят наружу. И они взаимодействуют, один человек взаимодействует с другим. Психическая система человека работает таким образом, что если мы просто вспомнили какого-то человека, то мы немедленно сконтактировали с ним, особенно если он близкий родственник. Мы часто на лекциях проводим такой эксперимент. То есть вы вспоминаете кого-то, а я пытаюсь через вашу память найти этого человека и рассказать что-нибудь о нём. Иногда у меня получается, иногда нет. Но сейчас мы попробуем проэкспериментировать. Кто вот, у кого есть близкий такой родственник, о котором бы вы хотели, чтобы я поговорил? Это кто для вас? Папа? Как его зовут? Он далеко сейчас от вас? Где он живёт? 100 километров отсюда. Всё, поймал. Поймал папу. Первое впечатление, что хотелось бы сказать сразу, это то, что этот человек сейчас печалится. Он находится в состоянии отчаяния какого-то. Что-то произошло в его жизни тяжёлое. Это так? Ну, может, какое-то событие тяжёлое. Ну, то есть, ему тяжело сейчас жить. Есть такое дело? Наверное. У меня к вам вопрос. У него нет проблемы с суставом левой ноги? Колено левое не болит? Он не хромает? Там внизу в ноге есть какая-то проблема в левой ноге, да? Ну, то есть, ему тяжело. Там есть какая-то болезнь. Да? Ну, то есть, с ногой с левой что-то есть? Есть какая-то трудность или нет? Сейчас через меня я не скажу сейчас. Вот прямо сейчас я почувствовал, что у него болит шея. Вот здесь вот шея, вот здесь вот, верхняя часть позвоночника. Шея ближе к голове. Я так воспринимаю его, что он полноватый человек такой. И пониже вас ростом, пошире в плечах чуть-чуть. Видите, кое-что я о нём сказал. Да? Но самое главное то, что вы должны сейчас позвонить и узнать, потому что он о чём-то печалится. Вот сейчас можете позвонить? Я просто хочу понять, ошибаюсь я или нет. Спросите его. У него есть какая-то трудность в жизни? Ну, так быстренько, не сильно долго. Да, держите себя. Вот это факт. Это я согласен. Ну, потому что я вижу, что он о чём-то обеспокоен сильно, в печали какой-то находится. Видите, то есть о чём мы сейчас говорим? Мы говорим о том, что мы друг с другом сильно связаны. Я вам сейчас объясню определённую вещь, очень важную, что у нас в сердце находятся все наши близкие люди. Они находятся прямо рядом с нами. Если кому-то из близких плохо, нас не спрашивает судьба, а у нас забирают силы. Мы начинаем беспокоиться, переживать. Особенно это касается очень близких связей. Например, мать переживает за ребёнка, даже ещё когда сам он не говорит о том, хорошо у него или плохо. Она чувствует, что что-то не так, потому что она чувствует, что в её сердце неспокойно. Вдруг почему-то у неё пропали силы, и она чувствует, постоянно думает о ребёнке. Что-то не так. Так? Согласны? Это происходит... Хотим мы этого или нет? Это происходит само собой. Согласны? И даже если он нам не говорит о том, что ему плохо. Так? Интересно знать, что эта связь не заканчивается после того, это является доказательством того, что смерти нет. Сейчас я вам первое доказательство приведу, что смерти нет. Когда человек тело оставляет, родственник близкий, на сердце камень появляется, и мы постоянно думаем о нём. Ему нужна помощь в этот момент. Ему нужна помощь. И поэтому мы о нём думаем. И древняя культура советует не плакать в это время и не водку пить, а молиться за него и желать ему счастья. Помогать ему надо в это время. Когда тяжесть на сердце возникает о близком родственнике, ему нужна помощь. Он нуждается в помощи в это время. Понимаете? То есть, видите, знание закона кармы уже меняет отношение к жизни. То есть, один вариант мы просто плачем, а второй вариант мы пытаемся помочь. То же самое, когда, допустим, ребёнку плохо. Вот мне сейчас позвонили мои друзья, и мне сказали, что подряд несколько ночей им снится плохой сон, что их ребёнок должен, что-то с ним должно случиться. И они в страхе находятся, в жутком страхе. И я им говорю, вы понимаете сейчас, что вы должны помочь своему ребёнку? В чём заключается ваша помощь? В том, что боятся за него? Это помощь? Боятся? Нет. Видите, когда нам надо отдавать силы, отдать свои силы, ну что, какой результат? Ну, спина, как и все, не болит, но есть две боли. Где болит? Ну, у него куски есть, и немножко подверг. А с ногой как? С ногой все проявлено. Ну, промазал. Какой? Ну, неважно. У меня некоторые говорят, что я просто обманываю людей. Но знаете, у меня в Омске много бывает таких случаев, когда прямо полностью совпадение. Но в Омске был такой интересный результат. Мы тоже так же сказали, и я смотрю, человек, о котором думает человек, у него косоглазие. Ну, то есть, глаза в кучу. Я прямо так сказал, и она сказала, да, это правда. Ну, то есть, здесь уже никак, ну, не скажешь. Ну, не у всех же, как некоторые говорят, у всех живот болит, у всех спина болит. Ну, косоглазие уже не у всех. Ну, то есть, иногда попадаю, иногда нет. То есть, как настроишься? Бывает так, что и не попадаю. Ну, не важно. Важно то, что это есть. Есть много других доказательств, что это есть, что мы связаны друг с другом, что можно почувствовать человека через другого человека, что мы друг с другом связаны, и это необходимо знать для того, чтобы помочь. Есть два способа помочь человеку. Первый способ, мы думаем о нем, и что будет дальше? Желаем счастья. О, видите вы, как сказали, желаем счастья. Вы уже квалифицированы. Это значит, что вы не о нем думаете. Потому что, вот смотрите, когда трудность у близкого человека, она где находится, это трудность вашего близкого человека, где она находится? Прямо здесь, в моем сердце она находится. И в это время мне желается счастье, нет? Нет. У меня нет счастья. То есть, я желаю счастья. А счастья нет. Как его желать? Поэтому, помощь, смотрите, есть два способа воспринимать ситуацию. Первый способ, думать о нем, и тонуть вместе, означает. Тонуть вместе. Второй способ, начать думать не о нем, а начать думать о святом человеке, о том, кто имеет силу. Духовную силу. Или о священном писании, или просто о человеке, который может помочь, которому вы верите, что он может помочь. И тогда уже, вам даже не надо думать об этом близком родственнике, потому что он уже находится в сердце. Его не надо искать. Он уже там. Он уже ждет помощи. Надо думать о том, кто может помочь. Допустим, я когда был в Казани, я пришел туда, в православный храм, и там висит икона Казанской Божьей Матери. И на ней вот такая вот стопка, вот такое огромное количество серебряных и золотых цепочек. Я спросил, что это за цепочки? И мне сказали, что эти цепочки, когда человек спасается от неизлечимого заболевания в результате молитвы этой иконы, этой иконе, тогда он вешает такую цепочку. Он говорит, это не все, мы снимаем периодически. Понимаете, то есть идея в чем заключается? Некоторые люди, в основном большинство людей, чем занимаются? Они просто думают о проблеме. Вот сели и думаем, сын ушел в армию, или еще что-то плохо мне. Это не способ жить. Потому что я и так с ним связана, и все, что может от меня уйти к нему, уже ушло. Это меня не спрашивают. Как, допустим, сейчас есть система, такая, так как вы в магазин приходите, продукты купили, карточку раз, провели, вас не спрашивают, сколько снять. Снимают, сколько надо. Так и из сердца у нас. Снимают, сколько надо. Понимаете, нас не спрашивают. Поэтому не надо думать. Сколько надо, уже вы отдали, и больше не можете. И вы печалитесь внутри, вам плохо. Почему? Потому что нет больше счастья внутри. Его надо откуда-то брать. Это вот и как раз тот метод, который я защищал. Но это не мой метод, на самом деле. Этот метод известен был с древних времен. И мы сейчас как раз об этом будем с вами серьезно говорить. Но сначала мы должны немножко изучить теорию. И для того, чтобы ориентироваться в всех этих вещах. Итак, мы остановились на том, что есть психические каналы, НАДИ. Эти каналы, по ним движется психическая энергия внутри человека. И она соединяет нас через эти каналы. То есть эти каналы распространяются также наружу. И психическая энергия соединяется между людьми. Происходит так, что есть три типа такого соединения. Допустим, у меня есть сосед, дядя Вася. И как бы мне от него ни холодно, ни жарко. Я соединен с ним в своем сердце или нет? Не очень. Ну, если он совсем будет кричать там через стенку, я буду как-то чувствовать. А так, ну, я не знаю, что там с ним происходит. Это означает, нет сердечных связей. Второй тип, это когда мы, допустим, работаем вместе, у нас деловые отношения. Это уже есть сердечные связи, но они не глубокие. Это формальные отношения, внешние отношения. но третий тип отношений, это когда связи очень сильные. Мы очень близкие друзья, у нас любовь, или мы родственники. Очень сильные связи. И тогда люди очень сильно реагируют на то, что происходит с человеком. И так, вся психическая структура человека, она функционирует неразрывно с окружающим миром, вместе с окружающим миром. Мы живем, как одна среда. Город Вильнюс находится под одной энергетической структурой. Каждый дом, вы заходите в какой-то дом и чувствуете своя атмосфера. Своя атмосфера означает атмосфера всех людей, которые вот живут в этом доме. Это все одна среда. Понимаете? Это связано с энергией ума. Мы говорим с вами о тонком теле ума, психической структуре, которая называется ум. Она вот так функционирует, что она нас всех связывает. Вот мы сейчас с вами все находимся на лекции здесь, в этом зале, но в разных положениях. У нас разное с вами разные с вами возможности. Я люблю вас всех один, а вы меня любите все вместе. Да, мне получше получается. Вот. Но я надеюсь, что не будет наоборот, потому что если вы все вместе на меня разозлитесь, то я уже, наверное, здесь долго не просижу тогда в этом случае. Итак, идея в чем заключается? В том, что люди вот живут как одна среда, все вместе усвоили, да? Следующий момент очень важный, который нужно знать, что у ума есть разные настроения, бывают. Откуда берется настроение? Откуда берется мне хорошо, у меня плохо, у меня хорошее настроение, у меня плохое настроение, у меня тяжелая судьба. Откуда все это берется? Все знают, откуда берется. Откуда берется? Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо сердце, что ты умеешь так любить. Да? Ну, то есть, все берется отсюда. То есть, мы в сердце, не держи в своем сердце на меня зла. Видите, все берется из сердца. Мы чувствуем, что это и отсюда берется. Веды говорят, что речь идет не о сердце, не об этом мешке, вот этом мышечном, который тук-тук-тук-тук-тук-тук. Это не об этом. Здесь имеется в виду структура психическая, которая находится в этой зоне внутри нашей психики. Это психическая структура. Она невидимая. Она пронизывает все наше тело. И там внутри, в этом месте находится такой психический шарик. Такой шарик. Вот примерно вот таких размеров, как я вам показал. Вот он на тонком плане, там внутри этого шарика нахожусь я. Кто такой я? Я это маленькая искорка духовная, вечная, которая никогда не погаснет, никогда не умрет. Потому что я вечный, так же, как вы все вечные. Мы маленькие духовные искорки, которые находятся внутри вот этого шарика. А этот шарик, он содержит в себе всю информацию о всех наших жизнях. там находится знание о том, что мы натворили и что с нами теперь делать за это. Понимаете? То есть это и есть вот та сила, которую называют судьбой. То есть она находится вот здесь, в области сердца человека. Вот здесь. И именно здесь мы связаны друг с другом. Понимаете? То есть там находятся две вещи всего. Первое. Хорошая карма или наши хорошие и правильные поступки, которые принесли счастье другим. И плохая карма. Это то, что приносит страдания. Теперь у меня к вам вопрос. Вам плохая карма своих родственников нужна? Нет. Ну, допустим, вот хотели бы вы, но чтобы вам отрезало ногу вместо него? Или чтобы у вас вылез геморрой вместо него? Вместо родственника? Не хотели бы, так? Нет. А хорошая карма родственников нужна? Да. Вот этим мы и занимаемся. Знаете, чем мы занимаемся? Мы постоянно клянчим друг у друга хорошую карму. Допустим, муж домой приходит и говорит, почему у тебя такое плохое настроение? В чем дело? То есть, что он ей говорит? Он говорит, давай хорошую карму, не надо мне твоей плохой. Улыбайся. И ругаемся. Ты почему так со мной разговариваешь? Разговаривай хорошо. Мне не нужна твоя плохая карма, нужна только хорошая. Понимаете? Вот в этом вся проблема, что хорошая карма на расхват, она быстро кончается, поэтому. Потому что мы ее истратили, а плохая никому не нужна. И поэтому мы такие все несчастные, говорим. Ну, то есть, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что там есть хорошая карма и плохая. И мы ждем радости от других людей. Нам всегда приходят радости, когда их ждешь. И ручей наполнен радугой, и горьких слез. Видите? То есть, не всегда радости приходят, когда их ждешь. То есть, идея в чем заключается? В том, что там есть хорошая карма и плохая, и мы с этим ничего не можем сделать.